здравствуйте уважаемые друзья виноградари на дворе у нас 15 июня 2023 года находимся мы с вами у меня на участке городе шахты ростовской области сегодня я вам хочу показать свой виноградник показать прививки свои которые я делал в прошлом году как они развиваются сейчас у нас проходит цветение и вы знаете парадокс его так сложились обстоятельства моего соседа через три двора виноградник тоже и у него уже виноград отцвел но я это связываю с тем что я укрываю землей виноградник а он просто прижимает земле ложит сверху либо шифер либо рубероид отсюда более ранняя вегетация потому что когда виноград земле происходит небольшая задержка потому что там как бы земля нивелирует вот этот перепад температуры и в земле более прохладно чем на поверхности когда виноград под укрытием находится и вот у него я заметил мельдию он конечно схватился за голову начал спрашивать что делать и так как у него виноград отцвел мы сошлись во мнении что лучше обработать ридамил голдом в соотношении 25 грамм препарата на 10 литров воды иначе происходит заражение мельдию очень быстро и можно потерять значительную часть листа а если еще потянуть немножко и ждать когда горох будет когда ягоды будут размером с горох и потом начинать обработку то так и виноградник может сгореть поэтому если у кого есть такая проблема вдруг у кого-то мельдию вы обнаружили поэтому если у вас виноградник отцвел к тому же берите препараты работайте иначе вы потеряете свои потому что у нас конец апреля весь май начало июня были дожди и вот буквально только позавчера шли дожди вот сегодня как только полтора дня нет дождей и опять на обед передают дожди в общем через несколько дней снова дожди постоянные дожди огород начал усиленно зарастать травой надо будет брать полоть ну прошу вас на это сильно внимание не акцентировать с этим делом я управлюсь здесь у меня снежок гран-при три рукава джин и красная стрела это калуги на обе формы ну как я говорил уже ранее у нас постоянные дожди были естественно кое-где видно проявляется недостаток магния и хлороз но это я устраню обработками железа и соответственно сульфатом магния по листу эта форма снежок крупная ягода красная до 25 грамм у него кое-где по два соцветия закладывают где по одному эта форма щенникова олега гран-при ультра раннего срока созревания хороший мускатный вкус у нее недаром на украине говорили мускат мускатов есть вот такие грузди крылая вот как видим по две кисточки на побег закладывает она вот одна кисть вот вторая а тут даже три вот одна вот вторая и вот третья но так в среднем по две кисти на подних поспеет сделаю обзор будем наблюдать за этой формой с той стороны у меня джин калугина белая ягодник пальчиковая ягода плотная на ранний срок созревания на побеге две грозди где-то на побеге по одной роздочке вот здесь вот одна роздочка там дальше одна роздочка ну в целом все растет и развивается худо-бедно но растет эта форма миланка михаила речка мускатного вкуса раннего срока созревания вкус очень мускатный еще я заметил у нее такую особенность чем она дольше висит тем она плотнее становится и мускат из нее не исчезает это соперник креули сергея ивановича по два соцветия закладывают на побег соцветия крылая тоже крупная ягода красного цвета на ранний срок созревания это милана михаила речка хорошая форма у нее мускат чуть-чуть помягче чем у миланки а дальше это бесподобный писанки олега ивановича писанки олега михайловича то есть простите такие у него кисти большие красивые мускат вкусный дальше зоренька баранова красного цвета с гармоничным вкусом дальше у меня мать его форма калугина это писанки форма сейчас посмотрим эффекту о.м. вот уже доцветает уже по 20 цвет я по заложила прошу прощения за качество солнце светит второй раз уже переснимаю потому что камера перегревается а это белая надежда щенника валя такие соцветия крупные это она все а вот это вот внизу губа 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 вот губа уже цветет здесь кишмиши американские парижские тайны и арарат это арарат вот он арарат а парижские тайны вот еще не цветут а нет уже начинают свистеть вот на этом поверье видно все присмотреться это шансон дальше писанки форма подарок не копали здесь у меня я скажу белая леди калугина вот ее соцветия вот это велитин вот так цветет и колпачки даже толкова не сбрасывает но лих михалыч позиционировал его как кишмиш велитин вот это он здесь у меня сейчас посмотрим что это велитин это уже я вам говорил за него ягода тоже до 20 грамм крупная а это кишмиш у меня какой-то это арарат это это парфюм олега михайлович а это клубничный привит а здесь у меня сейчас скажу вам графиня графиня вот сигнал очка есть должна быть длинная ягода сдавленным кончиком по типу аватара это солнышко писанки олега михайловича громадными кистями друзья ну пожалуй на этом буду заканчивать свое видео видео и так получилось не коротким у меня еще очень много сортов обо всех сразу не расскажешь в одном фильме и буду постепенно вам рассказывать по мере их роста но тем более созревания сейчас я вам вкратце покажу школку свою а то спрашивают у меня люди какие сорта посадил ну как бы еще рано говорить об этом несколько сортов назову основная конечно масса сортов уже туда будет название будут в конце августа я выпущу каталог свой тогда уже будет понятно что вырастет и что получилось ну тут у меня в школке джин эльвира фаина лето витязь давид есть майхат воплощение соперник мускат диевского белая роза ну как бы понемножку всего посадил вот сегодня уже буду поливать ее а то подсохла несмотря на то что дожди идут но все равно клеенка широкая у меня под пленкой и там под корешками не очень влажно буду делать спалишь потихонечку все растет и развивается пропалывать надо я пошел в отпуск буду делать шпалеры так что работы много а прививки начинают свой рост вот как видите это 30 мая была сделана прививка вот но только-только начинают расти не все конечно некоторые вот только почки набухшие все равно главное что лёд тронулся пройдет несколько недель и они будут нормально расти и визитировать но это буду заканчивать свое видео всего доброго до новых встреч у кого возникли вопросы пишите пишите